МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы рады приветствовать вас, дорогие телезрители. Сегодня 18 ноября. Вы смотрите программу День веков хронограф. Для вас ее проведем мы, я, Юрий Смирнов. И я, Юлианна Шахова. Программа День веков хронограф поздравляет всех телезрителей, родившихся в этот день. Мы желаем вам крепкого здоровья, счастья, удачи и благополучия. 18 ноября в разные годы и века родились Ираклий II, Кахетинский царь. Луи-Жак Манде Дагерр, французский художник, один из создателей фотографии. И Джордж Геллоб, американский статистик. Михаил Николаевич Чистяков, русский маршал артиллерии. И Михаил Васильевич Водопьянов, известный полярный летчик, член Союза писателей СССР. Михаил Алексеевич Прокофьев, русский химик. И Павел Иванович Шурухин, генерал-майор, дважды герой Советского Союза. Эльдар Александрович Рязанов, кинорежиссер, драматург, сценарист, поэт и актер. Известный по фильмам «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы» или «С легким паром», служебный роман и так далее. Сегодня 18 ноября. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». В этот день в мировой истории произошли следующие события. В 1626-м в Риме папа Урбан VIII осветил собор Святого Петра. И в 1659-м на сцене Парижского театра «Малый Бурбон» прошла премьера комедии Жанна Батиста Маньера «Смешные, драгоценные, смешные жемальницы». В 1748-м Ломоносов построил первый в мире анемометр – приспособление для определения направления и силы ветра. И в 1853-м, в ходе Крымской войны 1853-1856-го годов, русский флот под командованием адмирала Нахимова уничтожил турецкую эскадру на Синопском рейде. В 1868-м по инициативе Менделеева было основано Русское химическое общество. И в 1870-м первая официальная линия Голубиной почты связала Тур и Париж. В 1873-м в Петербурге был открыт памятник Кузенштерну. И в 1877-м в США была введена единая система исчисления времени. В 1908-м в Петропавловской крепости была освещена Великокняжеская усыпальница. И в 1919-м удачно завершилась Орловско-Курская операция «Красный арм». В 1944-м генерал Шарль де Голь учредил суд для процессов над французами, сотрудничавшими с фашистами. В 1955-м была провозглашена независимость Марокко. И в 1962-м с разрешения Хрущева журнал «Новый мир» опубликовал повесть «Один день Ивана Денисовича» Соложеницы. Сегодня, 18 ноября, вы смотрите программу «День веков и хронограф». Наше путешествие по истории мы начнем с событий давно минувших дней. 18 ноября 1095 года открылся знаменитый Клермонтский собор, в котором приняли участие более 300 епископов и около 400 аббатов. Там велись споры о мире Божьем, произнесено отлучение от церкви короля Филиппа. В конце заседания папа Урбан II произнес речь, с которой началась история первого крестового похода. Но содержание этой речи, сказанной под открытым небом, нельзя составить точного представления. Она была по памяти передана тремя писателями первого похода, которые сами присутствовали на соборе и были свидетелями всего происходившего. Значительные личные замечания авторов спровоцировали такие отличия в изложении, что кажется, будто все они передают не одну речь, а разные. Но неужели между тремя рассказами нет ничего общего? Безусловно, есть. Совершенно точно известно, что папа Урбан II обещал принять под защиту церкви имущество тех, кто отправится в крестовый поход. Он возобновил распоряжение о прекращении внутренних войн, поручил епископу Адемару произнести отпущение грехов для всех присутствовавших на соборе. Но этим в сущности и ограничивалось участие папы и официальной католической церкви в организации крестового похода. Лишь обычные рядовые проповедники, во главе которых предание ставит Петра Пустынника, смогли поднять народные массы на далекое путешествие с высокой целью защиты христианства. Большинство людей, участвовавших в этих событиях, были далеки от политики и религиозной философии, действуя только под влиянием фанатического чувства борьбы с неверными, насилуя и убивая в Венгрии, Болгарии и Константинополе. Они считали, что совершают вполне благочестивые подвиги. 18 ноября в ходе Отечественной войны 1812 года в сражении у села Красного близ Смоленска русские войска нанесли тяжелые потери отступающей наполеоновской армии, разгромили французский арьергард маршала Нее. Это произошло после того, как французский император был вынужден оставить Смоленск под угрозой окружения. За месяц боев русские войска захватили 90 тысяч пленных и свыше 500 орудий. Из уцелевших солдат главных сил великой армии, около 75 тысяч солдат, в строю было 40 тысяч человек. Остальные представляли собой деморализованную массу. Вообще, во временной войне 1812 года у села Красного произошли два крупных сражения. В августе русские войска под командованием генерала Неверовского отбили атаку армии Мюрата, не допустив прорыва французской конницы в тыл 1-й и 2-й русской армии. Из 15 по 18 ноября усиленный авангард генерала Милорадовича и отряд генерала Голицына в районе Красного нанесли ряд ударов по растянувшейся наполеоновской армии, отходившей от Смоленска. Было нанесено поражение молодой гвардии Наполеона корпусом Багарне и Даву, и уничтожен корпус Нея. Французы потеряли 6 тысяч убитыми и ранеными, 20 тысяч пленными и 116 орудий. Русские до 2 тысяч человек убитыми и ранеными. Потеряв свои лучшие войска, Наполеон был вынужден поспешно отступать к Орше и Березине. Исход этой войны был уже ясен. Сегодня 18 ноября. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Сейчас мы расскажем о том, чем знаменит этот день в истории 20 века. 18 ноября 1936 года Германия и Италия официально признали правительство Франко. В качестве законного правительства Испании. И это было далеко не случайно. В Германии и Италии к этому времени господствовали фашистские режимы. В Испании назревала гражданская война. Бенита Муссолини и Адольфу Гитлеру в условиях политической нестабильности было выгодно поддержать своих единомышленников в Испании. Поэтому, как только у испанских фашистов появился лидер генерал Франко Баомонде, Германия и Италия начали открытую интервенцию. Опираясь на их помощь в 1936 году, генерал Франко возглавил фашистский мятеж против Испанской республики. Он вылился в трехлетнюю гражданскую войну. В 1939 году республика пала. Военная хунта провозгласила Франко пожизненным главой Каудилио Испании, вождем испанской фаланги, председателем Совета Министров и Верховным Главнокомандующим. Он оставался диктатором Испании до своей смерти, наступившей в 1975 году. Своим преемником Франко назначил принца Хуана Карлоса, внука короля Альфонсо. Субтитры создавал DimaTorzok